РАДИО БОЛТКОМ Добрый день всех, всем, кто нас слушает, всех, кто присоединился к нашему эфиру. И сейчас на связи с нашей студией актер, режиссер, продюсер Игорь Угольников. Здравствуйте, дорогой Игорь Станиславович. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о двух новых картинах Игоря Угольникова. Это военная драма «Подольские курсанты», о подвиге совсем юных ребят под Москвой в 1941 году. И совсем новый, очень интересный проект, который только-только готовится к выходу на экраны учености «Плоды». Эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия». Совместно с нашими коллегами, журналистами из Международного медиаклуба «Формат А3». Журналисты присылали нам свои вопросы. Газета «Сегодня», газета «Латвийские вести», газета «Суббота». Наши коллеги из Литвы и Белоруссии ведут эфир я, Ольга Авдеевич, моя коллега в студии Наталья Захарьят. И у нас очень хороший, интересный повод, пушкинский повод, связанный с русской культурой, русским языком, с пушкинским наследием. В феврале 10-го числа, День памяти Пушкина. Игорь Станиславович, вы только что побывали в Пушкинских горах, где состоялся первый показ фильма «Учености плоды». Расскажите, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, они же ваши телезрители, об этой картине. Фильм «Учености плоды» задумывался несколько лет назад, когда мы снимали фильм «Женский батальон» в 2014 году. Чуть-чуть поближе к микрофону. Я узнал о том, что происходило в Пушкинских горах, в музее Михайловское, музее Александра Сергеевича Пушкина. Во время оккупации, когда этот музей и, собственно, Псковская область была оккупирована немецкими войсками. И узнал о том, что из института Гёте приехала некая фрау Шиллер, которая намеревалась и сделала это, водила экскурсии по музею, утверждая, что все-таки Александр Сергеевич Пушкин не только это русский великий поэт, но это еще и мировой поэт. Еще что, безусловно, и так. Однако же не все руководители рейс-канцелярии считали Пушкина гением, потому что у славян не может быть гениев, тем более африканского происхождения. Но это такая видимая часть айсберга этого фильма. Есть более глубинные вещи, которые необходимо нам было и в сценарии потом в результате в самом фильме показать. И произведение Пушкина, его образ, это, конечно же, прежде всего важнейшая часть нашей культуры. И очень важно, чтобы к Пушкину не относились как к отстраненному классику старых времен. Я бы хотел сказать и показать, что для нас и для русского народа Пушкин был и остается всегда символом нашего языка, культуры, причастности к своей стране. И за Пушкина страдают и погибают. Вот это и есть в нашей картине. В нем, в его стихах, находят поддержку, опору, силу для творчества и там, жизнеутверждающую энергию русского духа. У нас Пушкин в этой картине живет в трех таких ипостасях. Незримый свидетель, наблюдающий за событиями в своем любимом месте, в Михайловском. Великий русский поэт, перед которым преклоняются даже враги. И символ борьбы, символ того, что у нас нельзя этого отнять. А там немцы пытались отнять у нас даже и это. Вот об этом картина, она многослойная. И непростая, я так понимаю, будет для восприятия зрителей, тем более интересная, как мне кажется. Фильм будет выходить, вероятнее всего, осенью. Но пока еще это некий вопрос, как и где будет выходить картина. Учености плоды фильм готов. Мы буквально на днях сняли эпилог для картины. Мне очень важно было снять его именно в день дуэли Пушкина в феврале, когда должен быть снег. Мы хотели сделать это и в прошлом году, но, как вы помните, в прошлом году зимы не было. И мы это снять не смогли. Вот в этом году нам удалось это сделать. Вы знаете, интересный такой момент. Вы рассказывали, что во время съемок в Ревской крепости, когда вам нужен был снег в кадре, а это был еще октябрь, не поздний, и вдруг чудесным образом этот снег появился. То есть здесь у вас, в общем-то, какая-то похожая история произошла? Чудесным образом в этот день было яркое солнце, совсем небольшой мороз, и совершенно не было ветра. Была сказочная, удивительная погода, как будто сам Александр Сергеевич нам это подарил. Может быть, так оно и есть. Игорь Станиславович, а что лично для вас значит Пушкин? И приходилось ли вам как актеру играть пушкинских персонажей? К сожалению, пушкинских персонажей мне как актеру не удавалось играть. Тем более, что актерская у меня карьера не столь велика, чтобы говорить о том, что я бы сыграл там или сям. Но Пушкин, как можно говорить, как и раньше говорилось, Пушкин для меня это все. Я понимаю, сколь велик этот был гений для нас, для всех, но и прежде всего для меня самого. В его произведениях, с какой бы строчки вы не начали бы читать или цитировать, там русский дух, там Русью паснет. Игорь Станиславович, вы очень тщательно работаете с историческими документами, когда делаете свои фильмы. И какие вот, скажем, эпизоды из военной истории Пушкиногория, вот Пушкинского заповедника, произвели на вас какое-то сильное впечатление? Потому что это не широко известная история, которую вы будете нам рассказывать в своем фильме. Вы имеете в виду, что меня поразило во всей этой истории оккупации? Мне, я скажу даже так, директор музея Михайловская, фамилия Афанасьев, остался при немцах, потому что для него было очень важно сохранить музей, при любой власти сохранить вещи Пушкина. И когда немцы пытались увезти, эвакуировать музей, он поехал вместе с ним. Для него не было иного решения, как любым способом сохранить этот музей, даже если приходится идти на предательство. И вообще тема предательства в нашей картине ярко выражена, когда приходится предавать для того, чтобы спасти людей, предавать одних для того, чтобы спасти других. Это очень важный момент. И, кстати, это и в произведениях Пушкина эта тема всегда очень остро звучит. Так вот, этот человек пошел на предательство. Эту роль я сам бы исполнял на моей картине. Честно могу сказать, что не нашел актера, который мог бы эту роль сыграть. Пришлось сыграть самому. Хотя это очень всегда трудно сидеть сразу на нескольких стульях, снимая картину, быть и продюсером, и режиссером, и исполнителем одной из ролей. Знаете, говорят, сидалища не хватит на стольких лошадях сразу сидеть. Но тут пришлось. И мне кажется, вообще актерский ансамбль фильма «Учености Флоды» сложился. Во всяком случае, я так думаю. Прежде всего, я хотел бы выделить уникальную работу нашего любимейшего, моего ближнего друга, любимейшего актера Сергея Витальевича Безрукова. Мы его в таком образе еще не видели, хотя Сергей переиграл большое количество различных ролей. И, конечно же, совершенно новое, но я думаю, что это будущее. У этой актрисы очень большое будущее. Она еще молода, но перспектива у нее, по-моему, великолепна. Это Настасия Кербинген. Она сыграла фрау Шиллер. Это русская актриса, выпускница Гитиса, но с австрийскими корнями. Даже баронесса у нее там бабушка. И очень важно, чтобы ее язык, русский язык и немецкий был идеален. Повторюсь, вся актерская команда работала слаженно. Так бы я хотел бы еще выделить уникальных двух питерских актеров Некрасова, Андрея и Горбачева. Они сыграли в этой картине двух друзей. Один полицай, другой партизан. Люди, которые выросли в одной школе. Люди, которых матери кормили обедом. И они всю жизнь дружили, а вынуждены теперь стать врагами. Это тоже некое продолжение образов Александра Сергеевича. Вот об этом картина. Музыку написал мой друг Сергей Шустицкий. Перед ним стояла непростая задача написать музыку. Как вам правильно сказать? Эмоциональное восприятие должно быть такое же, как от сочинений Петра Чайковского к пушкинским произведениям. Но это должна была быть совершенно новая музыка. И мне кажется, Сергей справился с этой задачей более чем. Не могу сказать, что я доволен. Я вообще никогда не бываю максимально доволен своей работой. Однако же, когда пишут там, знаете, как бренд, сделан угольниковым, значит, это должно быть достоверно, эмоционально. И здесь достоверность всегда стоит на первом месте. Но она эмоциональность на втором. Там есть любовная линия. Она немка, а он русский. Вот в одном из интервью в программе «Парсуна» на телеканале «Спас» вы как-то сказали, что это очень тонкий такой момент, что мы никогда с немцами не сможем друг друга до конца по-настоящему понять. Хотя мы будем друг другу руку протягивать и прощать даже то, что невозможно простить. Вот сейчас вы работали с этим материалом. Вот как вы объясните, почему? Вот это самое и есть основа драматургии, основа сюжета. Ведь эта немка не просто приехала в Россию. Она свято влюблена в русскую культуру, в поэзию, в поэзию Пушкина. Она великолепно владеет русским языком. И для нее это очень важно. Сохранить в условиях этой войны и сам Пушкинский музей, и сохранить и для русских, которые живут здесь, и для немцев, сохранить и музей, и вообще понятие Пушкин. Поэтому здесь немка совсем непростая. Но с другой стороны, в нас всегда живет исторический, видите, все равно русские с немцем не могут быть долго друзьями. Все равно наступит некий конфликтный момент. Конфликт всегда внутри будет. Я воспринимаю это всегда остро. Во мне еще живет Великая Отечественная война. Я нашел могилу деда расстрелянного в 1941 году, работая над фильмом «Подольские курсанты», и занимаясь архивами. Это очень тонкий и очень острый момент. Именно, собственно, и этому посвящена наша картина. А как вот лично вам кажется, существует ли какой-то особый русский культурный код? Именно он и существует, и о нем речь. О нем можно сколько-года много спорить и говорить, какой он этот код, что он из себя представляет. Но мы никогда не сможем его понять до конца и, самое главное, объяснить, что же это такое. Во всяком случае, этот код закодирован... Можно так сказать, код закодирован. Этот код и есть некая основа произведения, прежде всего, Александра Сергеевича. Незримый он существует все время. И у него во всех произведениях всегда все было не просто так. Многое чего закодировано. И день, и ночь на дубе том, золотая цепь на дубе, и день, и ночи все, код ученых все ходит по цепи кругом. Можно изучать поэзию Пушкина еще и по неким кодам, которые существуют в его произведении. Но русских никогда нельзя понять до конца. И даже сами русские люди малообразованные. Такая есть фраза в нашем фильме, когда спрашивают, да вы хоть читали стихи Пушкина? Человек отвечает, зачем мне читать? Достаточно того, что я им горжусь. Это трудно понять. Надо быть русским человеком, чтобы это ощущать, скажем так. Игорь Станиславович, по сути, вы своими фильмами провоцируете зрителя к осознанию своей истории, своей национальной идентичности. И это, можно сказать, и фильм «Батальон» это пример этому, а малоизвестный, к сожалению, Первой мировой войне участие России в ней. Почему вы считаете это важным? Ну, вы сами сказали, мы должны сохранять свою идентичность русских людей. Даже не живя в России, все равно мы остаемся русскими. И это для нас свято. Мы ими рождаемся, мы ими и умираем, русскими людьми. Поэтому для меня это важно, особенно когда русский человек защищает свою землю, своих родных, свою историю. А история у Древней Руси великая, и об этом тоже нужно помнить. И ни в коем случае не давать возможности кому-либо эту идентичность и историю свою переписывать, и уж тем более оскорблять. Мы русские такие люди, и это надо понимать. И помните эту фразу, кто с мечом к нам придет, вот она была в великом фильме. Ну, не надо к нам ни с мечом приходить, ни с обманом. Можно приходить с открытым сердцем, сотрудничать, можно растить хлеб и детей вместе. Но надо понимать, с кем вы имеете дело. Спасибо. Игорь Станиславович, а вот вы упомянули, что в этой пушкинской картине референсом для вас стали два фильма. Это «Проверка на дорогах» Германа и «Раба любви». А вот объясните, потому что «Раба любви» то она же не о войне. То есть, как они перекликаются? Ну, «Раба любви» не... Как вы помните, в фильме Никита Сергеевича, Михалкова фильм не о войне, а противостоянии людей разных сил. И в центре этого противостояния существует она, актриса, женщина. В то же время и здесь тоже, в центре противостояния актриса, ну, не актриса, женщина. Да, интеллектуальная женщина, женщина одаренная, женщина, которая всеми усилиями своими усилиями направлены на то, чтобы сохранить историю, культуру и уж и помешать истреблению людей. А у нас, к сожалению, в кино, а так оно и было, на самом деле, там весь цыганский табор немцами был расстрелян. И там есть могила этого табора в пушкинских местах. поэтому «Раба любви», ну, это моя любимая картина Никиты Сергеевича, с одной стороны. И с другой стороны, совершенно другое кино о партизанском борьбе, проверке на дорогах, потому что там проверка человека на прочность, там тема вот этого предательства, насколько человек может жить, считая себя предателем, сколько много душевных сил ему хватает терпеть это в себе. И вот эти два, эти две, скажем так, ну, сейчас, как у нас говорят, референсы, и давали мне возможность сконструировать сюжет и в результате всю картину. Скажите, пожалуйста, какие советские фильмы для вас являются такой отправной точкой в вашем творчестве? И важно ли вообще для художника наличие авторитетов? И, может быть, кто для вас является таким бесспорным авторитетом в мире кино и театра? Бесспорный авторитет для меня это вообще классика советского кино. И когда мы говорим о том, каким образом нам надо сделать нашу картину, я перед собой и съемочной группой ставлю задачу. Вот когда мы приступали к созданию фильма «Подольские курсанты», я ставлю задачу, чтобы наш фильм достойнейшим образом встал на полку вместе с великими картинами, такими, как, например, «Они сражались за Родину». Безусловно, к этой планке дотянуться невозможно, но усилие делать необходимо и ставить себе именно такую огромную задачу. при этом классика отечественного советского кино основана на достоверности эмоциональности. Мы верим в то, что происходит на экране, верим в то, что происходит с персонажами. Поэтому вот референс для картины «Подольские курсанты» была картина «Они сражались за Родину». А если говорить о моих любимых фильмах, то как у мальчишки, выросшем в Советском Союзе, для меня кино, конечно, это и «Белое солнце пустыни», и в бой идут одни старики, и любовь, и голуби. Но все те картины, которые мы с вами так любим и которые всегда остаются в нашей душе, мы знаем их наизусть, каждую реплику. А все равно, когда мы видим любой из этих фильмов на экране телевизора, мы остаемся смотреть его до конца. Невозможно не сделать этого. То есть это и есть тот самый культурный код на уровне, скажем, кино, который формирует нас? Да, именно так. Скажите, пожалуйста, вот такой рижский вопрос. Мало кто знает, что Игорь Угольников связан с Ригой, и что был период, когда Рига для вас была вторым домом? Расскажите вот нашим радиослушателям, пожалуйста, об этой вашей связи с нашим городом. Это не просто связь, это и любовь. На улице Чака, в прошлом, это была улица Суворова, в доме 16, 41-й квартире, жили моя бабушка, мой дедушка, мой дядя. Из этой квартиры приехал в Москву учиться в мои, мой папа. И я очень любил проводить всегда все каникулы и вообще быть почаще там у них в Риге в этой замечательной квартире, гулять с дедом по парку, тогда он назывался имени Ленина. И очень люблю и старую Ригу, и всегда и в Лелопе, и в Булдуре, были всегда и дачи летние. Я обожаю и люблю и обожал тогда Ригу и в этом городе у меня много друзей. Я очень дружу со Стасом Флоренцевым, вашим замечательным радиодиджеем, который, кстати, почему-то сейчас без работы. И Рига это мой второй родной город, можно так сказать. Очень приятно нам, как зрителям, это осознавать. А, кстати, в ходе... В этой квартире живут уже другие люди, дом перестроен, и тогда, когда случилась, как это называется, реституция, что ли, да? Да. Семья моя была вынуждена покинуть эту замечательную квартиру и уехать на окраину Риги, в совсем небольшую квартиру. Но это уже другая история. Игорь Станиславович, а вы уже упомянули о том, что в ходе съемок фильма «Подольские курсанты», вы нашли могилу своего второго дедушки, которого долго считался без вести пропавшим. Если можно, поделитесь с нами, пожалуйста, этой историей, как это случилось и как эта история на вас повлияла. История настолько повлияла, что сейчас мы находимся в сценарном периоде создания будущего фильма о народном ополчении. Мой дед, мамин папа пропал без вести осенью 41-го года. Единственное, что у нас было, это два письма и, собственно, бумажка, которая была прислана моей бабушке, о том, что он пропал без вести. И мы не могли никаким образом найти, где, при каких обстоятельствах пропал без вести мой дед, но, работая в архиве Министерства обороны с помощью моих друзей, которые этим давно занимаются, прежде всего, Олег Николаевич комиссар, который мне в этом очень сильно помог. Нам удалось разыскать, вообще изучить боевый путь деда, и самое главное, что я был потрясен, когда узнал, что он в сентябре месяце строил тот самый Линский рубеж для подольских курсантов и погиб в тот день 7 октября, когда подольские курсанты взошли на этот рубеж. Он погиб в 40 километрах оттуда, уже в Смоленской области, не в Калужской, около деревни Глотовка. Тогда первая дивизия народного ополчения стала уже 60-й стрелковой дивизией. Дед вступил в партию в августе, получил воинское звание, он так хотел получить, стать военным, он был связистом. И они выходили из окружения, в результате было более 100 человек ранено, и остались в этой деревне, их поставили под подписку местным жителям раненых солдат этой дивизии, поскольку они уже сами идти не могли, а нести на руках было невозможно, и уже их оставили в деревне, немцы вошли в деревню, заставили местных жителей выкопать огромную яму, и в этой яме расстреляли моего деда, и с ним вместе раненых бойцов 1-й дивизии народного ополчения, вернее, 60-й стрелковой дивизии. Я нашел бабушку, которая была свидетельницей этого расстрела, ей сейчас 93 года, она там же живет. И это место, где они были расстреляны, поставил там памятник, и сейчас вместе с поисковиками будем поднимать останки, перезахоранивать их в братскую могилу, которая находится в 10 километрах от этого места. В общем, в результате, я так понимаю, что это и дед мой привел меня к Сибири. Благодаря работе подружки «Курсанта» я это понял. Я его нашел. Игорь Станиславович, почему как режиссер, как продюсер, как сценарист вы работаете именно в военной тематике? Это знаменитые фильмы «Брестская крепость», «Батальон». в июне 41-го и фильмы, о которых мы говорим сегодня, два новых фильмов. Потому что, в принципе, ну как, легче, приятнее, радостнее нести людям позитив, романтику, создавать праздник, какие-то комедии, романтические мелодрамы. А вы создали студию «Военфильм». то есть, это вот какая-то ваша творческая направленность и позиция. Ну да, этот вопрос мне часто задают, как вы понимаете, что первую половину жизни я занимался юмором, снимал и снимался в комедийных фильмах, на телевидении делал юмористические программы, молодость. И я об этом времени вспоминаю с удовольствием, да, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. И тогда жизнь казалась каким-то таким бесконечным фейерверком. Происходит, наверное, у всех, кто только не просиживает свою жизнь, сидя ровно на столе. Я то время люблю, и все, что было мной сказано, написано тогда тоже, но люблю, но и не откажись ни от одного слова сейчас. Черпистр сказал когда-то, если человек не становится радикалом в молодости, это значит, что у него нет сердца. А если он в зрелом возрасте не станет консерватором, значит, у него нет ума. Я согласен и подписываюсь под каждым этим словом. Все прошло, и теперь я совсем иной. Для меня очень важно высказываться не просто на тему стойкости русского духа, подвига наших великих предков. я просто уверен, что ныне эта война продолжается. Я просто зашел на свой рубеж. Мне нужно защищать память предков, потому что итоги и сама война теперь становится неким геополитическим оружием, и подвиг советского солдата уничтожается, и сейчас все голоса, которые звучат с запада, говорят о том, что чуть ли американцы с англичанами победили красных и фашистов, и чуть ли не Гитлер вместе со Сталином воевал против цивилизованного мира. Вот эта война идет, и она еще ведется в сторону и направлена прежде всего в молодых людей, и нынешние поколения, которые вот за 20 лет уже взросшено с помощью совершенно иной идеологии, и этому надо противостоять. Собственно, и в данном случае творчество сопряжено с этой борьбой, и поэтому надо быть, повторюсь, максимально достоверным, врать нельзя молодым людям, они это удивительным образом чувствуют, и сейчас вот многие мои коллеги для того, чтобы добиться большего интереса у молодых зрителей, стараются с ним заигрывать, и достоверностью пренебрегают, а это путь как раз ведущий к тому, что наши западные коллеги побеждают наш разум. Отворачивается зритель наш от военного российского кино, тогда, когда чувствует неправду, и это доверие, а потом возвращать крайне тяжело. Ну, собственно, для этого и работает моя студия, я сам. Это не говорит о том, что я не хочу делать комедии, да, конечно, и буду, наверное, это делать, и сам сниматься у них. Но сейчас наступило такое лукавое время, в котором каждый сам как бы себе специалист, причем в областях разных. И учиться не надо, и на прежних смотреть не надо, нечего на это время терять. У меня была такая смешная фраза в обоине, и смотрите на них, яйца, смотрите, две минуты варятся, а уже такие крутые. Вот все быстренько варятся и становятся очень крутыми, не думая о том, что было ранее до них, что с ними реально сейчас происходит. Вино должно дозреть, иначе глупость получается, и мы сами не получаем удовольствия от своего труда, и люди обмануты в своих ожиданиях. Я снимаю кино о войне, и есть такая фраза, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Раньше я и не думал об этом, только вот это было давно, и то, что я рассказал про дедов своих, один прошел всю войну, а второй вообще был расстрельным. Надо об этом рассказывать, и я рассказываю это не только своим близким, но и всем. И фильм «Офицеры» для меня также является огромной высотой, если говорить о фильмах, которые я так ценю и люблю. «Я рад тому, что Бог так управил, что я могу заниматься сейчас по-настоящему любимым делом, могу делать это достойно, могу делать это как следует, не набегу. Это тоже для меня очень важно, здесь мелочей не может быть, все очень важно». Вот и подспудно еще с юности у меня всегда было желание снимать военное кино, ну вот занимался юности комедиями, но это желание было всегда, и когда я прочитал книжку «Брестская крепость», мне было лет 12 в библиотеке отца, я был потрясен выбором, который делает человек. Как поступить, когда в ситуации ты обречен, ты никому не нужен, фронт ушел далеко-далеко, у тебя нет патронов, тебе говорят «все, сдавайся, бессмысленно, твой поступок бессмысленно, если ты будешь стоять до конца». Кто-то для того, чтобы свои страдания прекратить, встает в полный рост и принимает пулю в грудь, кто-то сдается, к сожалению, было и такое, а кто-то принимает решение стоять до конца, и вот этим своим решением приближает 9 мая 45-го года. Оказывается, один человек может повернуть историю, но таких людей должно быть много. И здесь очень важен как раз тот самый русский дух, о котором мы с вами говорим. Этот русский дух и победил. Когда я думаю и снимаю фильмы о войне, я честно вам скажу, не понимаю, как же они могли выстоять выстоять в этой страшной войне, не только выстоять, но и победить, и показать всему миру свой русский дух, что так сейчас не нравится нашим коллегам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у вас продолжение темы, только не о молодом зрителе, а о молодых артистах. У вас в подольских курсантах снималось очень много молодых еще вчерашних выпускников, а может быть и студентов, мы не знаем. Скажите, вот насколько они осознавали перед тем, как начались съемки, почему их прадеды выстояли, насколько глубоки были их знания вообще о Великой Отечественной, и как вообще проходил процесс погружения молодых артистов, воспитанных уже во многом на других идеалах, вот как проходил процесс их погружения в материал? Ну и отбор актеров совсем молодых был как раз именно простроен таким образом, чтобы это был не просто обаятельный актер, способный выполнять трюки, а их было немало, но чтобы он еще понимал, о чем речь, и о каком подвиге мы будем снимать, и разговаривая с молодыми актерами, я прежде всего говорил с ними об этом, и если молодой актер не чувствовал этого, и я понимал, что это ему все, эта тема ему безразлична, он больше не приходил на студию военфинга, а те актеры, которые были выбраны, пошли служить в советскую армию, извините за оговорку по Фреду, в российскую, в курс молодого бойца две с половиной недели, они жили в казарме, носили форму, ходили с троем, у них был командир, они учились владеть оружием, соблюдать субординацию, и постепенно превратились в воинское подразделение, что было так важно, потому что если хороший актер появится в кадре в образе курсанта, а этот все-таки уже молодого военного, и не будет уметь держать его как винтовку, и выполнять команду смирно, и у него не будет тех самых расправленных плеч, которые должны быть у любого военного человека, мы с вами не поверим в происходящее на экране, они прошли курс молодого бойца, и только после этого они узнали, кто какую роль будет играть, и они сплотились, и это сплочение видно в картине, это одна из важнейших была задач. Вопрос у нас из Литвы, от журналиста Галины Афанасьевой, о другом вашем интересном проекте. Хотелось бы узнать побольше о вашем альманахе «Время прощать, время помнить», это Первая мировая война, там был интернациональный коллектив, значит, и Россия, Великобритания, Германия, Сербия, США, Франция, Турция, вот как вам кажется, удалось ли выработать какой-то единый взгляд на историю войны, потому что это такие диаметрально противоположные силы были задействованы. Все новеллы, снятые разными режиссерами, были сделаны еще в разных жанрах. Французы даже сделали для нас мультфильм на тему той войны. Но прежде всего, конечно, основа была война это страшная, что может быть между людьми. Но в этой войне люди себя проявляют по-разному. Одна из новелл, просто потрясающая немецкая новелла, о том, как немецкий и английский солдат на ничейной полосе пытаются спасти раненую собаку. И в этот момент они забывают о том, что они враги. но они понимают еще и то, что эту собаку не спасти. Единственное, что можно сделать, облегчить ее страдания, это ее застрелить. Она жалостливо смотрит им в глаза, кто же это сделает. И они решают, кто же это сделает. Это больно и трудно решать. Это вот та самая драматургия, которая меня всегда в кино потрясает, и та драматургия, которая держит нас в напряжении. Российская же новелла, была эта новелла из нашего фильма «Женский батальон», небольшая. Очень интересная английская новелла, когда солдат в окопах разговаривает с другими солдатами, но мы понимаем, что эти солдаты уже погибли, и сейчас с ним, с этим солдатом говорят их души. Можно посмотреть это альбанах и убедиться в том, что во-первых, все очень разные новеллы и по жанру, но в целом убедиться в том, что люди воюя друг с другом, у них психология, конечно, серьезно меняется, и война это страшное дело, и страшное испытание для людей. Игорь Станиславович. Надо еще говорить, извините, что про Первую мировую вообще у нас в стране не принято было говорить, война считалась империалистической, и история защитников Отечества в той войне умалчивает об их подвигах, а, между прочим, в той войне погибло около миллиона русских. Кто, за что и во что это превратилось в 1917 году, это уже следующий вопрос. Кстати говоря, об этом достаточно тоже мало фильмов снималось у нас в последнее время. Мы думали на эту тему. Но это уже другой вопрос. А как рождаются ваши фильмы по малоизвестным фактам истории? Вы специально их ищете, или они к вам приходят сами? Не приходят. Мы их ищем, и они приходят. Вот, в частности, у нас вопрос от коллег из Белоруссии. Почему именно сюжет о Брестской крепости вас заинтересовал в свое время? Ну, я говорил о том, что это моим потрясением, когда я прочитал книгу Сергея Сергеевича Смирнова о выборе человека. И тогда Сергей Вадимович Степашин предложил мне возглавить телерадиовещательную организацию Союзного государства России и Белоруссии. Я всячески отказывался от этого, потому что чиновникам уж совсем не хотел остановиться. Но он нашел способ уговорить меня, потому что ты мне рассказывал о том, что у тебя есть мечта снять фильм о защитниках Брестской крепости, и вот тебе для этого есть шанс, и мне удалось этим шансом воспользоваться, и фильм с помощью и наших белорусских коллег нам удалось снять. И реально нам помогал и Александр Григорьевич Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин, чтобы этот проект был осуществлен достойным. И он вышел в 2010 году. Кстати говоря, видите тоже цифры. Фильм Брестская крепость вышел 4 ноября 2010 года на российские экраны, а фильм Подольские курсанты вышел 4 ноября 2020 года ровно через 10 лет. Но в этом я вижу и смысл, и продолжение нашей работы. И фильм Подольские курсанты технически много сложнее Брестской крепости на эмоциональном иной. Но мы продолжаем то, чего начали и будем продолжать. А если говорить вот о двух последних работах о курсантах и о... О двух не последних. Конечно. Крайних, скажем так. Какие-то телевизионные версии планируются делать? Фильм учености плоды будет иметь четырехсерийную телевизионную версию, так же, как и женский батальон и фильм Брестская крепость, помимо полнометражной версии, имеют еще четырехсерийную телевизионную версию. Подольские курсанты не имеют телевизионной сериальной версии и не задумывалось. Он только вышел как полнометражный фильм. А на каком телеканале? Он будет в мае на первом канале российском. День Великой Победы. И я еще надеюсь на то, чтобы 5 октября, тогда будет 80 лет со дня подвига подольских курсантов, и этот день станет днем памяти подольских курсантов, и мы с 5 октября сможем повторить кинопрокат в России. Ведь это же уникальная история. 3,5 тысячи пацанов были призваны 5 октября на защиту Ильинского рубежа, который был открыт, и остановили немцев. 2,5 тысячи пацанов наших мальчишек погибли, но и о них никто не говорил. А ведь они сотворили невозможное, они реально, ну, конечно же, и с помощью еще других красноармейцев, которых там было достаточно, но прежде всего они со своей стойкостью остановили немцев, и дальше повернули ход войны, и немцы не вошли в Москву в октябре, как планировали, благодаря подвигу этих мальчишек. Но мы будем надеяться, может быть, что-то изменится в нашей ситуации, потому что, что касается телевизионных версий, то с этого понедельника у нас в Латвии отключены 16 российских телеканалов, так что, для того, чтобы не пропустить вашу премьеру, нам надо будет следить за информацией, где-то ловить это в интернете. К сожалению, вот это... А сейчас в Латвии вообще не осталось ни одного российского телеканала, да? Первый канал, но в таком очень ужатом, усеченном состоянии, да? И несколько развлекательных, и таких просто фильмовых каналов осталось. И у нас времени осталось совсем мало. Чуть-чуть поподробнее расскажите, а проект «Народное ополчение» сейчас на каком этапе, на какой стадии находится? Сейчас пишется сценарий, мы отрабатываем локации, они будут, так же, как в фильме «Поподорожские курсанты», в основном фильм будет сниматься на базе военфильма в Медыне, в Калужской области. Эта база развивается, и я благодарен Вадиму Задорожному, моему другу, партнеру, который занимается этим уже много лет и прилагает все усилия для того, чтобы техническая база, а там очень много техники, и сделана взлетно-посадочная полоса, и самолеты у нас там будут летать, и даже вот сейчас, выпуская картину Тимура Бекмамбетова «Девятаев», этот самолет «Хенкель-111» уже стоит у нас там, и это будет тоже некой, я надеюсь, достопримечательностью нашего комплекса. мы развиваем нашу киностудию, и особенно этот наш натурный объект, большой, очень там, около 100 гектаров земли, мы развиваем этот натурный объект студии «Военфильм». «Военфильм-Медынь» называется наша киностудия в Калужской области. Спасибо вам огромное, наше время подходит к концу, и для радиослушателей информация. Попробуйте, просто в гугле, на ютубе заведите трейлер «Подольские курсанты» и трейлер «Учености плоды», и посмотрите, это двух с половиной минутные трейлеры, они дадут вам представление об этих фильмах, и что касается «Учености плоды», там абсолютно пронзительно читает Пушкина «Безруков» и «Немецкая актриса». Нет, я поправлю вас, это был тизер, трейлер «Учености плоды», он готов, он выйдет чуть-чуть, чуть позже, он выйдет в апреле месяце, а трейлер «Подольские курсанты», он есть на ютубе. Посмотрите, и мы будем ждать телевизионную премьеру, и будем надеяться, может быть, «Здравый смысл» вернется, и российские телеканалы вернутся в эфир в Латвии. А может, вы приедете и к нам на фестиваль «Московская премьера» в Риге? И представите, здесь... Я привозила Брестскую крепость и женский батальон, и это было замечательно. Если будет такая возможность, и привезу и подольских курсантов, и учености плоды. Желаем вам творческих успехов и огромное вам спасибо за такую теплую беседу на важные темы. Всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова